Ты не забудь Кофейные пакетики 34 Верно Ну, здорово Привет, близнец, где твой одинаковый предаток? Ты сам предаток О, что за голос из-под поля, вылезай, будем здороваться Брат, угомони птичку Ну, Слава, немножко не в духе, у нас просто кто-то тушенку ворует Тушенку ворует? Да, тушенка, это серьезно В военные годы бы за тушенку Ерик, я, кажется, попросил, этот попугай меня сбивает Ладно, ладно, налей чайку мне Слушай, чайник еще не вскипел, давай, может быть, сачку? Давай, запиши мне Сливки в кофе 15 штук Ну, здесь 30, ну ладно, мелочь Что значит мелочь? 15 упаковок, и это уже в третий раз Кому столько сливок понадобилось? 15 упаковок Сливок по 5 рублей, это 75, плюс банка тушенки 29, и того, 104 рубля недобора И это только за сегодня Да, странная диета у кого-то Тушенка и сливки И частенько такое, да, случается? Я же говорю, в третий раз Да Да что ты так за 100 рублей расстраиваешься? Ярик, дай мне 100 рублей А что это я сразу должен давать 100 рублей? А что ты так напрягся за 100 рублей? Так, ребята, подождите Я могу вам помочь Ну, давай А, да нет, не в этом смысле У меня нет денег, я все листки отдаю Нет Дело в том, что мы с моими ребятами можем распутать это дело Чиж, иди с вами ребятами в песочницу Степите по куличику А мы тут разверемся как-нибудь сами Да, брат? Нет, брат, пусть помогает, если хочет, наш попугайчик Я не попугайчик, во-первых А, во-вторых, я не я буду, если я не распутаю это дело Ясно? 104 рубля, это же мелочь Копейка рубль бережет, а сотня тысячу Вряд ли Чиж кого-нибудь найдет Да, конечно, не найдет, тоже мне внук Шерлока Холмса А у меня есть идея Чиж, стой! Ну, что еще? Дим, скажи мне честно Ты ведь никого не найдешь Слушай, какое тебе дело? Найду, не найду? Ну, не найду и не найду Понимаешь, я просто хочу, чтобы ты признался Что ты даже ничего делать не будешь Вот здесь ты ошибаешься Мы будем землю грызть с моими ребятами, чтобы найти А давай поспорим, что завтра к 12 ты никого не приведешь Давай Давай посмотрим На 104 рубля Да хоть на сколько? Что-то, по-моему, развели меня Таким образом Человеческое сердце Вообще нереально Мало того, что у нее разрешение на конца отлично У нее еще есть и детектор на движение Анька, не посмотри Отстань С чем он у тебя такой? Не знаю, ну круто Сердце Анька, не посмотри Да отстань ты Так, Шутков Чем ты занимаешься? Ну, как? Вас слушаю Да, прекрасно Встань Раз ты меня слушаешь, будь добр Ответь на вопрос Как называется артерия, по которой кровь прибывает к сердцу? Варенина Мне подсказывать Предсердие Ой Желудочек Сядь И за ответ Получишь у меня сегодня два О У тебя уже не одна двойка здесь Милый мой Учти Если к концу Четверти Ты не образумишься Ты будешь иметь бледный вид Ты меня понял? Понимаю Понимаешь? Прекрасно Зоя Захаровна Что? Я подтяну Пашку Ты ртышный Ты думаешь, я ничего не видела? Ну-ка, быстренько спрятал телефон И будешь хвастаться им на переменке Не так умнее много этих двоек У кого звонит телефон? М? Я вам тысячу раз говорила Отключать телефоны на уроке Я не буду продолжать Пока кто-то не сознается Ну? Зоя Захаровна Что? Зоя Захаровна Это я забыла Извините меня, пожалуйста Да неправда Вот это у меня позвонила Это у меня, честно Вот, мне смс-ка пришла Это у меня, вот Да, да, все? Вы долго будете издеваться надо мной? Садись Ну ничего Как вы ко мне Так и я к вам И обоим Двойки по поведению Ну вот Сообщение от чужих У нас новое задание Шутков Что еще происходит? Ничего Ничего? Тогда будь добр К завтрашнему дню Выучи Всю тему Которую мы сегодня проходили Если хочешь исправить Свою двойку Ну что? Поспорил с ним на 104 рубля Все равно никого не найдет Ну хоть и в этот раз Платить мне своего кармана А мы с тобой, Ярик Заплатили уже 208 рублей Кому понадобились Это тушенка и сливки? Да ладно Не расстраивайся ты так В этот раз Чиж заплатят? Да, в следующий В следующий В следующий Еще раз с ним поспоришь Нашел дурака Что за беда такая? Хоть увольняйся Ну Ярик Найду я этого вора Я ему Да, я тоже Вот такая Любопытная история Это все? Да, все Слушаю ваше предложение Ребята, давайте Ну? У меня есть предложение Давай, Паша Давай Рассказывай Мне родители дают 300 рублей в неделю На карманные расходы Так У меня осталось Рублей 70 Не понимаю Есть 34 рубля? Да, конечно Вот тебе деньги Иди и отдай их Буфетчикам То есть, кто украл тушенку со сливками, нас не интересует с вами? Мне как-то неинтересно. Мне, в принципе, тоже. То есть, вместо того, чтобы помочь бедным кудрявым буфетчикам, которых обворовывают раз в месяц, мы прячемся в кусты с вами, да? Ну как же, вот деньги. А слив снова обворуют. Если это повторится, а это обязательно повторится, мы вообще с вами что тут делаем? А, ребята, ответьте мне на вопрос, что мы с вами тут делаем? Мы расследуем школьные происшествия. Вот! Аня, правильно, мы расследуем! Расследуем, а не занимаемся меценатством. Что такое меценатство? Денежная помощь. Значит так, ребята, это очень странный специфический набор тушенка и сливки. И мне кажется, что это какой-то качок тырит их для увеличения мышечной массы. У нас этих качков полшколы. Может быть, это кто-то не из школы, надо спросить у охранника. Угу. Он специально приходит за тушенками и сливками. Не уверен, шеф? Я не слышу дельных предложений тогда. Я свое озвучил. Похоже, мы действительно в тупике. Нам ничего не остается делать, как помочь буфетчикам материально. Нет уж, дорогие мои, нам ничего не остается, кроме как дежурить в кафе и ждать, пока вор снова придет за тушенкой и сливками. И вы сегодня ночуете в кафе, ясно? И смотрите, не засните там. Так меня родители не отпустят. Меня тоже. Это проблема индейцев племени Монагу. Какие проблемы? Паша, проблемы индейцев племени Монагу. Это такие проблемы, которые, Паша, никого не интересуют. Понимаешь ты это? Так что, пожалуйста, идите и не возвращайтесь без хорошей, позитивной информации. Все, пошли. Позвоним. Надо найти. Надо. Как тихо в школе. Это что-то. Да. А долго нам здесь сидеть придется? Тут нет. А когда все разойдутся, мы тихо, как мышки, перемещаемся в кафе. А там? Что там? Ну, там. Долго. А там долго. Может быть, всю ночь? Всю ночь? Страшно? Да не, не в этом дело. Что ты хотела? Это работа сыщика. Работа сыщика, это, конечно, работа сыщика. Но мама с меня голову снимет. Маменьки, но дочка. Да, дочка. Ань. Что? Обиделась? Нет. Ну, ничего. Позвонишь маме. Скажешь, что у подружки задержалась. В первый раз, что ли? У меня, может быть, и в первый. Чего? Кто это был? Борман, что ли? У тебя совсем нет дедуктивного мышления. Слышал, каблуки? Значит, СССР. Поздновато вы, Зоя Захаровна. Своё дело. В вашем возрасте надо побольше отдыхать. Что ты сказал? В каком возрасте? Так это... Ну, в вашем юном возрасте, ну, в нормальном возрасте надо отдыхать. Заров, хватит нести чушь. Понятно? Да. Лучше будь повнимательнее. А что случилось? Что, ты не слышал? Нет. Буфетчики жалуются, у них продукты пропадают в неизвестном направлении. Да вы что? Да вы что? Ну, я про это ничего не слышал. Ну, сейчас услышал? Да. Так что, вот, будь добр, повнимательнее следи в школе, а не за моим возрастом. Так и... Да. Не идет никто. Долго нам тут еще сидеть? Лучше садись на пол. Да не переживай ты. Я успею все. Я завтра хотя бы двойку закрою. Дом бы я все равно бы учебник не открыл. А тут, на боевом задании, делать-то нечего. Ты чего, звук забыл выключить? Забыл. Алло, мама. Да, мы уже ложимся спать. Соколов мне помог сделать домашнюю работу. Могу дать ему трубку. Ты чего? Какой из меня Соколов? Ты просто пасом говори. Да отстань ты! Мама, а он в душ вышел? Я даже не заметил. Да, хорошо, спокойной ночи. Ты тоже забыла? Да забыла. Да, пап. Да, я у Маши. У нас все хорошо. Трубку ей дайте. Ой, она вышла. Давай я ей скажу, чтобы она тебе перезвонила. Хорошо. Пусть не перезванивает. Ты чего, дурак? Какая из тебя Маша? Я мог бы ее спокойно изобразить. Попал ты! Привет. Что вы тут делаете? Тебя ловим. Давай, признавайся. Зачем ты у ребят воруешь? Что я ворую? Тушенку. И сливки. Вы что, обалдели, а? А ну вон отсюда пошли! Что вы на меня смотрите? Вон пошли! Да, ребята. Если бы Лизка не в пансионате была, я не знаю, где бы я вас разместил. Ну чего, вы тогда на кровати валетиком, а я на раскладушке. Мы на кровати? Валетиком. Нет уж. Лучше вы валетиком, а я на раскладушке. Ну да, так будет лучше. Ну и что там? Зарвать не сознается? Какое там? Выставил нас из школы, даже разговаривать не стал. Сказал, что расскажет все директору и родителям. Ну понятно. Да, лопухнулись вы. Опыта у вас маловато. А что делать-то надо было? Надо было с поличным его брать, с тушенкой, со сливками. А так он, конечно, скажет, что он в столовую пришел поставить чайник, попить кофе, а кофейный пакетик у него свой. Так он так и сказал. Понятное дело, что ему еще говорить? Так это, давайте завтра ночью повторную засаду сделаем. Ага. Родители тебе засаду устроят. И мне тоже. Да ладно, с родителями я бы договорился. Дело-то в другом. В чем? Дело в том, что мы спугнули Зарвар. Затихарится теперь охранничек. Так надо подождать, пока он растихарится, успокоится, поднимется со дна и пойдет на промысел. Вот тогда... Да некогда, некогда ждать, пока он успокоится. Я пообещал бы Фетчику, что через два дня все распутаю. Тогда надо, чтобы он сам во всем признался. Да, колоть надо, парня, колоть. Не получится. Так он нам все и рассказал. Сегодня выгнал из школы, а завтра все и рассказал. Конечно. Вряд ли все расскажет, а вот со мной может и поделиться. Разве что с тобой. Ну ладно, в мобильнике есть диктофон у кого-нибудь, а? У меня есть. Давай сюда. А как я без телефона? Ну походишь с моим денек, давай. Ну ладно. Помоги мне. Привет, Антон. Доздоровались уже, когда ты проходил. Ну, второй раз-то поздороваться с хорошим человеком тоже хорошо. Или ты против? Нет, я не против. Здоровайся. Ну что, как сам? Как дома? Ой, да знаешь, все как-то не слава богу. Жена что-то распилилась. Говорит, мало зарабатываю, денег ни на что не хватает. А что я могу? Не могу же я еще на одну работу устроиться. Я и так тут устаю, как бурлак на Волге. Ну, можно совмещать. Ну, я же говорю, как мне совмещать, если я, сидя за этим столом, устаю, как зэк на Беломорканале? Да я немножко в другом смысле. Можно же тут, в школе совмещать. Там можно что-нибудь в кафе слямзить. Ну, упереть там из еды что-нибудь. Не, я больше этим не занимаюсь. И занимаешься больше? Нет. Ну, знаешь, мне еще дед покойный отучил от воровства. Я как-то ему тыкву принес, ну, у соседа подачу слямзил. Ну, так он мне эту тыкву на голову натянул. И с тех пор не-не. И не-не. Но в кафе-то можно. Убратьев такой бардак, они сами не знают, что у них там где лежит и сколько. Знаешь, а я думал, что у них порядок. Нет бардак. Бардак, Антон. И такое, что у них недавно пропали тушенка и сливки. Да ты что? И много пропало? Достаточно. А что ты так на меня смотришь, как кролик на удава? Ты так задумался, залюбовался. Не ты ли взял тушенку со сливками, а? Чижов, а ты меня что, в чем-то подозреваешь? Да нет, что ты, что ты? Я же знаю, что нашему охраннику ничего Чижова не надо. Но все-таки не ты, а? А что ты заладил? Не ты, не ты, не я! Да ладно, ладно, ладно. Просто подумал я... О чем ты подумал? Ладно, проехали, как кроссворд. Плохо. Молочный продукт. Шесть букв. Третья И. Сливки. Правильно. Что? Нет, ничего. Что? Слава, ты что, снова считаешь? Ты что, теперь каждый день все пересчитывать будешь? Надо же что-то делать. Да что ж такое? Не говори, что снова. Снова. 104 рубля? 104 рубля. Сливки и тушенка. Конечно, они, я даже проверять не полезу. Да. Надо увольняться отсюда к чертовой матери. Да ладно, Слава, что ты так расстраиваешься? Опять же, 104 рубля очень жатый объем. Нашел дурака. Правда, достала? Достала. Можно? Проходите, садитесь. Ничего. Расколол? Поговорил с охранником. Ну вот, слушайте. Да, вы знаете, это был я. Это действительно я взял и тушенку, и сливки. Это был я. Круто. Как тебе это удалось? Я до конца не верила, что это охранник украл. Не, ну а мы все-таки молодцы. Я думал, мы ни за что не справимся с этой ерундой, то есть с этим делом. Жалко только, что плохо слышно. Не совсем понятно, что это Заров. Правильно, потому что это не Заров. Это мой голос. Как твой? А вот так. Это говорил я. Нарочито хрипло, тихо, через лист бумаги. Неподышный из тебя следователь Шутков. Шутков. А зачем тебе это понадобилось? Ты что, над нами решил подшутить? Вот делать мне больше нечего. Строить клоуны тут перед вами. Нет, я подумал, что раз нет доказательств, значит их надо сфабриковать. А дальше что? Ну а дальше? А дальше отдать эту запись буфетчикам. Пускай они сами с Заровым разбираются. Не понимаю. Ну, придут они к Зарову. Тот скажет, что это не он, запись не его. Короче, Ярослав, Вячеслав и Заров пускай разбираются. А Аня, Паша и Дима свою работу сделали. Я же о вас беспокоюсь, дети мои. Мне, если честно, идея не очень нравится. Мне тоже. Предложения есть какие-нибудь? Нету. А я предлагаю реальный вариант. Надо было с самого начала признаться, что не получится у нас ничего. Угу. Я согласен с они. Какие все честные, а? Извини, Дим, мы не оправдали твоих надежд. Ладно, будет мне урок. Не надо браться за всякую ерунду. Ну, я пойду, пожалуй. Мне еще надо с Зоей Захариной встретиться. Телефон не забудь. А. Да, Паш, дай сто рублей в долг, а? Отдам я с зарплаты. А у меня только пятьдесят. У меня тоже. Давайте, а. Я отдам. Спасибо. Да, берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Эволюция приматов. Плацентарные млекопитающие возникли в самом конце мезозойской эры. Плацентарные млекопитающие. Плацентарные млекопитающие. Сникли в самом конце своей эры. млекопитающие. Млекопитающие. Эре. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. А р Negопитающий. Это ГрIG. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну давай, начнем Зая Захаровна, а у вас тут что ли коты развелись? Какие коты? С чего ты взял? Еще чего не хватало? Коты в школе. Нечего из школы зоопарк устраивать. Если найду какого-нибудь кота, быстро окажется на улице. Придумали еще. Так, что ты стоишь? Давай, начинаем. Зая Захаровна, что? Я вам сегодня не смогу задать биологию. Почему? Ну, можно я вам завтра сдам? Почему завтра? Может послезавтра? Может еще через неделю ты будешь сдавать? У меня очень важное дело. Извините. Я вам завтра все сдам, честно. До свидания. Вообще... Это что, это безобразие какое-то. Бардак. Коты. Приятного аппетита, красавица. Спасибо. Пожалуйста. О, ну как там у нас? Тушенка со сливками. Распутал преступление? Не распутывается, ребята. Не распутывается. Чиш, а что ты так рано? У тебя еще целый час насоскреймера приедет. Ничего не даст мне этот час. Вот. С тебя еще выбрать. Ну не надо издеваться, пожалуйста, хорошо? Не надо. Шеф, есть очень страшный разговор. Да не, спокойно. Соку поставить по пищу. Хорошо. Срочный. Извините. Пойдем. И ты тоже. Чиш, я жду тебя через час. Можешь, пожалуйста, чай с бусербродом? Можно. Это всего лишь котенок. Я это думаю, кому такой странный набор понадобился? Ну а как Зою Захаровну-то будем колоть? Да погоди ты, с чего ты взял, что это Зою Захаровну? Не знаю. Не нравится мне она. На одном уроке две двойки поставила. Конечно, говорю, что это не она. Но ведь блюдце же в учительской стоит. Блюдце недостаточно для обвинительного вердикта. Но поговорить-то все равно надо. Как показывает опыт, эти разговоры мало к чему приводят. Значит так. Мне кажется, что котенка голодным не оставят и будет продолжать его кормить. Поэтому предлагаю засаду. Как показывает опыт, эти ваши засады ни к чему хорошему не приводят. Да и к тому же. Где там прятаться? Телефон. Что? Аня, помнишь, у Тритышного же новый телефон? Там есть камера, которая реагирует на движение. Так его надо просто в учительскую поставить и ждать. Так это он телефон-то даст? Мне вряд ли. А у Таньки точно отдаст. Не хочу я у него просить. Он противный. Аня, это для дела нужно. А ведь он Ваньку с первого класса влюблен. Вот оно что. Ну ладно, идите работайте. А я пойду уговорю буфетчиков дать еще одни сутки. Где он? Кто? Телефон твой. Ну, у меня. Ты ртышный мне все рассказал. Что рассказал? То, что он у тебя на уроке тогда брал его. Ну, брал. Дай мне его, пожалуйста. Он мне очень нужен. Слушай, а вдруг ты его разобьешь, а? Миша, девочки никогда ничего не разбивают. Они очень аккуратны. Нет, не дам. Ну, дай, пожалуйста. Нет, мне жалко. Придется зайти с другой стороны. Миша. Ну? Ты как ко мне относишься? Нормально, а что? Ты мне записки писал в пятом классе? Ну, писал. А в шестом, седьмом, восьмом? Ну, было дело. Ну, значит, ты ко мне что? Что? Неровно дышишь. Что? Любишь ты меня до потери сознания. Ну, не до потери... Ну, рыпишь ведь? Ну... Миша, так вот. Для любимого человека ничего не жалко. Даже какого-то там телефона. Да, я. Ладно. Ну, завтра вернешь. Конечно. Хорошо. Спасибо. Ну, что ты там говорил? У меня час еще есть, да? Говорил? Ну, да. Давай деньги обратно. Ну, давай, давай. Раз час еще есть. Ну, давай. На. Ага. А вот теперь я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Хм, ты купишь нам по отдельной квартире и познакомишь меня с Милой Ёбович? Круче, круче. Я попрошу вас дать мне еще сутки. Почишь, отдай деньги. Погоди, погоди, погоди. Если я никого не найду, я удваиваю ставки. Плачу в два раза больше. В десять. Тысяча. Откуда тысяча у такой птички, как я, ребята? Ладно, ладно, хорошо. Тысяча, так тысяча. Ну, у вас-то есть такие деньги, ребята? А, ты за нас-то не волнуйся. Точно? Ну, ладно, тогда до завтра, ребят. Свободно. А котенок-то где? Какой хороший. Тихо, разбудишь. Где камеру ставить будем? Туда. Хорошо. Ты это там, поторопись. А то еще кто-нибудь зайдет. Сейчас. Тут все не так просто. Неужели ты ртышный просто так тебе отдал телефон? Да так. Предложил после школы прогуляться. Я согласилась. Только на один часик. Желаю приятно провести время. Ты что, ревнуешь, что ли? Нет, делать мне больше нечего. Все. Я готова, пойдем. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Зая Захаровна. А я пришел двойку исправить. Извини, у меня нет времени сегодня. Извините. Когда хотят, тогда и приходят. Нет у меня времени. Дорогие мои, нету. Ничего. Ничего. Иди. Иди, куда шла. Посмотри по сторонам. Кто мог подумать? Что? Ни за что не догадаешься. Не собираюсь я догадывать это. Скажи, кто? Не, ну ты догадайся. Да не хочу догадываться. Дай телефон посмотрю. Что же такое? Дай посмотреть. Все, пойдем к шефу, там посмотрим. Ты куда? Вот гад. Так, ну, чем бы мне угоститься, ребятки? Возьму косачку. Икорки нет? Черный. Ну, тогда сойдут и пирожки. Где деньги, Чиж? Гони сюда штуку. Мы еще посмотрим, с кого штука. Ребят, ну что, ни будь чего больше не попадало у вас там? Да я еще не смотрел, зачем лишний раз расстраиваться. А что? Ну, вот не досчитайте себе наборчика снова. Тушенки и сливок. Да чего тут болтаю? Вот смотрите сами, ребята. Смотрите. А что это? На плей там нажми и узнаешь, что это. Да, 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 вот туда. Жми. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Соскучилась? Ну что, есть еще вопросы к следователю? Или благодарность есть? Или хоть что-нибудь вообще есть? Это, Чиж, ты вечером зайди и мы наторгуем. Ладно. Хорошо, понял. Ну ладно, ребятки, вы тут разбирайтесь, а я пойду. Телефончик я изымаю. Улика. А потому что я тебе еще две недели назад говорил, что давай возьмем кошку домой. А я тебе что говорил? Никаких кошек, ни дома, ни в кафе. А где? Слава, ну а кто? Кто о ней позаботится, если не я? Ты знаешь, как я переживаю? А если какой-нибудь лучшеклассник отморозок словит? Ярик, Ярик. Ладно. Возьмем котенка. Но только не ври мне в следующий раз. Договорились? Договорились. И за все, что пропало, заплатишь ты. Но подожди, это же наш будет общий котенок. Ладно, заплатим вместе. Но только убираться будешь ты. Кто у нас такой хорошенький? Откуда у нас в школе появилось такое создание? Какие мы красивые девочки, такие сладкие. Пусинка моя. Кушать хочешь? А? В буфет пойдем с тобой? Пойдем. О, ты мой сладкий. Пойдем в буфет. Сливочек хочешь? А? Или тушенки? О чём ты думаешь, скажи. Опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь, урок закончился. Но, уходя, ты оглянись. Пусть это всё тебе запомнится. Запомнится. Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...